В торжественной обстановке в присутствии первых лиц региона и города в Зубчининовке рядом со школой 98 распахнул в свои двери первый универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. В Зубчининовке это уже второй крупный спортивный объект. Три года назад здесь открылся бассейн «Восток». Дорогие жители поселка Зубчининовка, я хочу от вашего имени поблагодарить губернатора Самарской области Николая Ивановича Гермушкина за вот этот очень хороший, мощнейший физкультурно-спортивный комплекс, который построен непосредственно по его, при его помощи, при его поддержке. Это настоящий подарок, подарок для детей, которые могли бы здесь заниматься спортом, подарок для взрослых, для всех тех, кто желал заниматься спортом и кто стремится к здоровому образу жизни. Вручение символического ключа стало стартом открытия спорткомплекса. Я хочу попросить и правительство Сазонова со мной, чтобы он здесь и со мной выучил этот ключ, потому что он очень много беспокоился об этом в полке. Надо провести радио. Виктор Сазонов. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель губернской думы Виктор Сазонов осмотрели спорткомплекс, на строительство которого из областного бюджета было выделено почти 100 миллионов рублей. В здании ФОКО можно заниматься баскетболом, волейболом, борьбой, гимнастикой, сдавать нормы ГТО. На открытой спортплощадке расположена детская игровая площадка, тренажеры, а также поле с искусственным покрытием. Губернатор не удержался и забил несколько мячей в ворота, которые защищала вратарь футбольной юношеской команды. Сам губернатор мне вбил. Он как обычный человек, никакой у него нет звездности. Достаточно сильный, точно. Несмотря на то, что он не играет в футбол, у него есть какие-то навыки. Спортсмены довольны качеством покрытия. Отличные впечатления вообще, очень хороший газон. Дети из зубчининовских школ уже строят планы на будущее, выбирают виды спорта, которыми будут заниматься ФОКО. Тут мы будем заниматься физкультурой, а гимнастикой нужно заниматься для здоровья и для образа жизни. Мне понравилось на тренажерах больше всего. Интересно развивать ноги, руки и отжиматься. В этот же день Виктор Сазонов осмотрел ремонт детских и спортивных площадок во дворах и готовность к открытию новых футбольной и баскетбольной площадки в Кировском районе. В селе Николаевка Волжского района проживают почти 600 человек. Поселение растет и развивается. Недавно здесь построили новые спортивные детские площадки и заложен храм. Жизнь налаживается. Однако ложкой дегтя является предприятие по переработке металлов «Тормед», расположенное рядом с селом. Выхлопы из труб которого, по словам жителей, отравляют воздух. Мы просто задыхаемся этим густым черным дымом. Вот днем он бело-желтый, такой цветной, ночью черный дым. В жаркую погоду мы просто задыхаемся. Воздух до такой степени густой, что просто невозможно дышать. Мы в жаркую погоду, днем детей на улицу люди не выпускают, пожилых людей. Сотрудники местного фельдшерско-акушерского пункта утверждают, за последние несколько лет в селе резко выросло число заболеваний органов дыхания, в том числе самых тяжких. В неуклон растет заболеваемость онкологии. То есть я брала статистику с 2006 года, как только начал работать этот завод по 2010, у нас всего пять случаев заболеваемости. С 10 по 16 у нас в три раза увеличилась заболеваемость, и чаще всего это рак легких. Жители обратились за помощью к заместителю председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Александру Живайкину. Депутат оперативно отреагировал. Полгода назад началась работа, которая позволит разрешить ситуацию. Вопросы экологии, это вопросы государственной безопасности. И для меня, как жителя Самарской области, конечно, не безразлично, что происходит рядом с нашими жителями. Последний свой приезд вместе с экологической службой. Александр Живайкин и сельские активисты побывали на предприятии. Своими глазами увидели, как организован производственный процесс. Взяли пробы, которые будут исследованы в лаборатории. Руководство ООО обещает постепенно, через несколько месяцев, полностью заменить часть оборудования, в результате чего уменьшатся вредные выбросы в атмосферу. Мы проектируем и начали уже монтировать новые производства, в котором совершенно не будет выбросов. В котором будет стоять мощнейшая воздухоочистка. Те очистные сооружения, которые мы сейчас ставим, аналогичные. У нас применяются в атомной промышленности, где ловятся, в общем-то, нехорошие вещества совершенно. А также применяются на серьезных химических производствах за рубежом, в Германии и в самых развитых капиталистических странах. Предприятие дымит уже почти 10 лет. И жители пока с недоверием относятся к данной информации. Заместитель председателя комитета по здравоохранению губернской думы Александр Живайкин обещал держать ситуацию на контроле. Собственник предприятия всегда на первое место выдвигает, выставляет налоги, рабочие места. Да, это все хорошо, но этого ничего не будет, если не будет экологии. Чернобыль там сколько еще, сот лет, никакой жизни не будет, никакого бизнеса не будет. Соответственно, я хочу, чтобы в моей области всегда была зеленая трава, чтобы жители могли спокойно наслаждаться свежим воздухом, вести здоровый образ жизни. А предприятия по соседству могли зарабатывать, иначе некому будет на этих предприятиях работать. В минувшие выходные Самара отметила памятную дату – 430 лет со дня основания. Торжества прошли во всех районах, на многих городских площадях, в парках и скверах. Основные мероприятия развернулись на центральных улицах. На набережной Волги у памятника основателю Самары, князю Григорию Засейкину, состоялся праздничный концерт. Горожан и гостей города приветствовали губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель губернской думы Виктор Сазонов. Перед собравшимися выступили летчики авиационной группы «Русь» на легких реактивных самолетах и группы высшего пилотажа на вертолетах. Искусство воздушной акробатики и десантирования показали парашютисты ВДВ. Сердца зрителей покорили показательные выступления взвода десантников по рукопашному бою. На площади Кирова в этот день развернулась ярмарка. Кульминацией праздника стало присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». С этой инициативой выступили ветераны войны, общественность, власти города и области. Предложение поддержал президент России Владимир Путин. Самара – это у нас вторая столица Москвы, после Москвы. Так что город у нас хороший, замечательный. День города, всего хорошего и быть добру. Чтобы город наш просветал и всегда был таким красивым. Торжеством справедливости считают горожане присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». В первом году, когда эвакуировали с Воронежа завод, то в это время эшелоны шли наши, их некоторые бомбили, привозили в голое поле сюда, ставили. Под открытым небом начинали, дети даже ночевали там у станков. Кто как мог. Я горжусь своим городом, я горжусь всеми, кто и в нем живет тоже. Горжусь своим дедушкой и папой, которые жили все еще времена. Горжусь предками, которые были еще до нас. Мы гордимся своим городом, потому что он красивый и очень большой. Я горжусь своим городом, я его люблю. С днем рождения, Самара! В Самаре состоялся очередной слет победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер безымянки». Многие промышленные предприятия приняли в нем участие. Среди них такие крупные, как Ракетно-космический центр «Прогресс», Кузнецов, Салют, Весна, заводы «Металлург», Гидроавтоматика, Самарская кабельная компания. Всего 28 производственных объединений и 6 учреждений профессионального образования. Конкурс начинался 12 лет назад по инициативе председателя губернской думы Виктора Сазонова. И сегодня он вышел за рамки Кировского района, стал общегородским. Здесь чествуют победителей в разных номинациях. Помимо традиционных ветеран производства, лучший молодой специалист, профессиональное мастерство, в этом году в связи с проведением Олимпийских игр появилась новая – победа в труде, победа в спорте. Николай Гусев два года работает на заводе «Металлург» летейщиком. Работа физически сложная, жара в цехе, так что физическая подготовка очень помогает. Я в заводских соревнованиях участвую, зимой лыжи, летом бег. Контрольный мастер РКЦ «Прогресс» Антон Абувалов – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Постоянно участвует в соревнованиях. Стал чемпионом Роскосмоса. Недавно совершил восхождение на Эльбрус. В своем цеху я приобщил уже немало народу, собрал команду, поскольку у нас, слава богу, на заводе созданы условия и проводятся летние и зимние спартакиады. Я сумел собрать и вовлечь людей, свой коллектив, очень много молодежи стало заниматься и волейболом, баскетболом. У нас есть масса, также есть легкая атлетика. И вот, слава богу, сейчас свой цех я вывел на второе место в общей таблице. Геннадий Богданович пришел работать на завод «Прогресс» в 1953 году, когда он еще выпускал самолеты. Участвовал в создании ракеты, выведшей в космос Юрия Гагарина. Геннадий Дмитриевич в свои 80 лет продолжает трудиться. Победил в номинации ветеран производства. Уделили большое внимание и оценили мой труд. Вот за что большое спасибо. Галина Кириченко получила признание в номинации «Лучший молодой специалист». Хорошо работаю, занимаюсь научной деятельностью, а также активно принимаю участие в общественной жизни нашего предприятия. Победителей всех номинаций в зале ДК на площади имени Кирова встречал аплодисментами. Именно рабочий класс, именно рабочий человек в конечном итоге определяет экономику нашего развития. Именно они, эти рабочие предприятия, инженеры, технологи и так далее, и так далее, люди труда создают все материальные блага. И они именно создают условия для социально-экономического развития и города Самары, нашего региона и нашей страны. Главная цель конкурса «Мастер безымянки» – прославить человека труда, повысить престиж рабочих профессий.